всем трема доброго времени суток это канал лэйзи дмитрий и ленивые ленивые извините прозевался так мы с вами продолжаем терзать гримдаун forgotten gods ссылка на плодисты группы вконтакте в описании под видео со слайки дизайки подписки в записок комментарии с меня контент извини за свое сопение поехали дальше напоминаю что это всего лишь иллюзия я в этом плане слегка перфекция слегка так сказать перфекционист на всю голову нравится мне когда костюм в едином стиле выполнен ну так вот так что так что хотя не сказал бы что это прям единый стиль но дофиг с ним так ну собственно да как мы в прошлый раз мы тут остановились но я сегодня до сюда дошел ну пойдем сюда так что так что пошли двигаем дальше о это я в прошлый раз совсем чуть-чуть до спасения ведь не дошел упс как говорится ну ой ну ладно бывает тот там летит здрасте все полетят ну вообще сразу надо туда метнуться быстренько чтобы потом время не тратить может опять задать какой-то даст дополнительно хотя по моему она ничего дополнительного не дает а бедный ни в чем не провинные манекены как говорится инстан you are happy а ты 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 ой ладно с ними разговаривать шоу лужу пердеть в смысле они не сюжетные так что никакой нагрузки не несут не смысловой никакой бы то ни было еще так ну чё все двигаем дальше потеряшку нашли это не мороз просто накидали игру хреновую всякого дерьма ну как обычно они всегда так делают дать сюда сходим для разного образия еще интересное найдем или просто звездюлей ну как вариант болот на эти цветочки болотные цветочки собственно только ради них болото и проходит если быть честным так да ты чё роднее все писал ясно и тут у нас территория да по моему огромное количество этих растений давайте тоже вынесем вдруг опять же болотные цветы по выпадают может так любить лежать здесь по моему где-то должен оттащить гнило как его там и че нет оу еще раз здесь же забавно ну ладно в пещеру я вторую жаль наделся болотный цветок нет в этой пещере мы были это как этом местная королева цветочков мы там уже были в прошлой серии по второму разу если бы она где-то в другом месте попалась ладно фиг с ним что называется это судьба то есть ладно но она на том же месте стоит так что нет леса не вызревай песен здесь еще одна пещерка хороший тайминг не идеальный но хорошей так тут тараканы таракан просто таракан так и здесь у нас ну сейчас сбоку нужно пройдем тут немножко нету пошли тогда в подземелье простите вроде выздоравливаю выздоравлива такой ненадежный процесс так что ж ты за подземель то есть пункт могила удала честно говоря вообще не помню может это что-то по столу заказов афиг он смотрел реально не помню чё с могила угдала и кто такой угдал что у нее такая шикарная могила на правду в болото как бы шикарная но в болото тут будут не соответствовать какое-то несоответственное привет ты угдал видимо да чё скажешь угдал а 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 да ладно надо выпустить наверное я не знаю дух видом дать расторгуемся ну все равно тут скинем все лишнее так сейчас секунду сначала действительно избавимся от всего лишнего он посмотрим так это что нет потом уже будем смотреть зажигающий рун так шлем на плеченьки медаль да это можно набирать так раздирающий пустоту когти что-то это вообще не моё на ритм не моё но специально ради одного взрыва я никуда не пойду так что пусть пока лежат у меня держи послание эфириалов а мистические тексты прикольно ну да взаимовыгодно вспоминается миссия опять же мой любимый на в на про братьев 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 и ярок что ли или я рад как-то ну как-то на я по моему когда там замок 2 2 пути типа суть в том что два брата один вроде как хороший но туповатый ну как это сказать как это и серии этот финтик мос из сюжета как это настолько добрый шу тупой ну вот ну в том смысле что типа я же ему верил как он мог меня обмануть и в итоге ну только сами знаете чем-то все закончилось вот а второй брат типа такой некромант архиеличи все такое прочее в итоге там принесение детей в жертву вот при этом твоя задача как судьи в общем-то определить вину причем по первым на первый взгляд если не слишком вчитываться можно решить что виноват как бы ну второй брат который по факту обманул первым можно так решить но в итоге как говорится во всем ну точнее как там получается описание такое что первый брат который внутренний был старший брат который типа архиелич мака все такое прочее он думал что проведет ритуал с детьми ничего не случится вот в итоге дети детей по сути принесли в жертву причем второй брат этому пресне ну как способствовал потому что решил что ну короче говоря там такое висели вот такой прям добренький добренький хорошенький хорошенький решил что его брат таки тоже решил стать добреньким хорошеньким итоге он привел всех детей детей ну по сути привел их на алтарь так сказать жертвами ну и по как говорится самым простым пониманию виноват тот который скидь устрела до жертвы по факту все немножко сложнее, потому что в замке еще есть дьявол, который, в общем-то... Опа! А это что такое? А это что за мостик? Вы тоже это видите? Здоровенный мост наверху. А как туда попасть? Эй, секундочку. Это что-то любопытное. Это что-то очень любопытное. Ну вот, да, и на самом деле я, так как уже... Блин. Простите, сейчас минутку. Невозможно. Знаете, никогда не считал свой нос маленьким, но по тому количеству зеленых фибстанций, которые в нем может находиться, это самый гигантский шнобель из всех. Хотя, я думаю, во время простого любой так можно сказать. Ну так вот, возвращаясь к этой теме с братьями, что там есть дьявол, который на самом деле подставил одного брата, задурил другого и в итоге так сказать все сделал. Таким образом обманул, так сказать, чувака, рассказав ему что, так сказать этот артефакт, там какой-то дал ему артефакт который так сказать детей надо принести в жертву, но они на самом деле в жертву не принесутся а там то им бессмертия, ну короче говоря, как обычно развел всех, что называется. развел обоих братьев. Ну и у тебя, как бы, в конце есть условно правильный выбор. Это когда ты наказываешь того, который, в общем-то, всех в жертву принес, да. Есть или нет. Я, честно говоря, даже не помню. По-моему, если сделать какой-то не совсем правильный выбор там в зависимости от того, что ты сделаешь блин, я сейчас уже даже вспомнить не могу эти неправильные выборы. Что там они принесут? Слушайте, подождите, там же прям реально дорога посмотрите как-то можно попасть смотрите, вот мы идем вдоль стеночки сейчас вон, вот там мост, проход прям ну подождите, ну тут точно можно пройти алло там явно что-то есть, секундочку здесь никак может как-то ну это это я уже далеко ушел, да да, это уже далековато блин и спросить ты никого афиг его знает ай, убеди злобное пятно в общем, в итоге, если иметь правильный вариант, то есть когда ты призываешь к ответу вообще всех в том числе и демона у тебя возникает такой интересный выбор что либо ты ну как бы ты не можешь запереть только самого демона который по сути во всем им виноват, да ты можешь либо запереть вообще всех то есть навсегда оставить там все эти души гнить, так сказать, в этом персональном чистилище вот либо, так сказать, забрать амулет с собой но тогда ты отпустишь вообще всех вот тут, конечно, интересный момент я говорю, всегда выбирал отпустить всех блин, нафиг его знает выглядит так, как будто там что-то есть но блин как будто это какая-то секретная зона реально, но попасть туда как ничего не ломается ничего не взрывается ну ладно оставим пока как бы я вдоль стеночки вроде ну я везде прошну вот досюда то есть мы ее видим вот в мост страны мы видим вот здесь, да я тут вдоль стеночки прошел прошел вот досюда но вряд ли переход где-нибудь тут, например это уж слишком лихо хотя ты чёрт-то знает ладно пошли в курган могильный будем с ними опять дружить нет, будем дружить, дружить тут так как это все-таки не тот выбор, который влияет на не как с некромонятами и кемонятами ой чувак, шел бы ты, а пешком и очень быстро брюх он сумел набить сейчас рожу набью, как говорится да, да голод голодаю, кошмар сейчас вот всех съем а вы че думали? я вместе с вами буду кушать не, ребят, я вас сожру придется дружить с этими уродами пять заберегов окей кто там еще так давайте думать что тут куда тут ну в любом случае во-первых надо обойти здесь все да туда мы попасть не можем а здесь можешь спуститься что-то же нет по-моему нельзя не знаю с одной стороны конечно меня я предпочел изничтожить этот лагерь ну просто они мне не нравятся так шаман иди ты нахрен я не шаман я подрывник подрывник что тут непонятного шаман вернулся кыш так здесь а мы были тут а мы были здесь а побывали тут а побывали все ед все посмотрели ну пошли на поиски этих 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 всяких блин пока тут локацию саму обойдешь озвереешь слишком много места слишком много места слишком слишком много хотя я наверное все таки больше как я уже сказал я наверное больше рад тому факту что здесь нету такого жесткого выбора как у кимона и у некромантов слишком много развилок получилось бы для прохождения человек который хочет например получить все варианты это ему пришлось ну посмотрите да сколько комбинаций ну как бы это слишком уж задротно было бы понятно что были бы люди которые так бы поступили я возможно был одним из них но мы теперь как это ныть бы я не перестал поэтому ни в коем случае вы что нытье наше все без него никуда значит какой вообще смысл хорошую ныть мы будем долго громко и безвкусно так один есть 10 осталось наверное я не знаю понятия не имею сколько их тут и вообще не помню где они расположены но где-то они наверняка находятся мы и где-то мы их конечно же найдем так я вижу хрень к сожалению хрень видит меня и вот это вот гораздо хуже здрасте главное видите с одной стороны ну я же знаю что их отправляем с едины потом могильный курган теперь и тут как бы нету возможности да вот как-то ну то есть соглашаешься ты с могильным курганом или не соглашаешься у тебя просто как бы выпадает кусок по сути истории и все ну и плюс эти присыпки да исчезают то есть тут как-то ну нет такого каких-то неучительных моментов вообще конечно жаль что они не сделали именно такой вариант когда ты не просто скажем говоришь что нет там я не буду там вам помогать и так далее а еще и ну вообще как бы полностью изничтожаешь это поселение ну типа как вот что они такие беки нехорошие прям совсем его изничтожаешь целиком и полностью то есть там сносишься эти алтари все равно спасать ну то есть как бы ты все равно выполняешь задание там например только ломаешь только вместо того чтобы починить ломаешь их обереги вместо того чтобы этих людей отправить куда-то там отправляешь их в ту же тюрьму тюрьму например да и так далее ну то есть блин я думаю это было бы эй ну тут же есть проход да этого конечно немножко не хватает так у нас там какой-то спуск уф так как здесь как-то запутано все да немножечко немножечко так так здесь тупик окончательно бесповоротный здесь ну всякая фигня ага так вот там звезда только я не уверен что это звезда задания хотя похоже задание слишком долго на газу держится так сухой паек и так далее это все понятно ага так до сюда мы дошли какой-то спуск с шахты кто-нибудь помнит что это за шахта да черт ее знает реально не помню скорее всего это какая-то шахта по заданию возможно я опять несу впереди паровоза а кто его знает где этот паровоз я вообще никогда не видел бегу по и все просто в нужном направлении говорят где-то сзади должен быть паровоз впереди которого я все время бегу сам много раз это говорил говорить одно а паровозу все равно нет так огонь ау древний что тут делает угденский древний тут скорее должен быть угденский камень камень ну по логике причем какой-нибудь такой водянистый ну как бы подземелье а он деревянный ну сбить уж должен к счету поймать хотя с другой стороны в болотах не гниет значит идут а представляете вообще вот эти древние какая-то галясь если подумать ох ни хрена си чувака заколбасила нет все танец закончился ну то есть болотное дерево движущееся с учетом того что это опять же болото то есть это гнилит вот эта вот слизь всякая всякая гадость да постоянная влага внутри привет еще как-то слишком резко сократил дистанцию ни здрасте ни до свидания ни как вас зовут так а я вспомнил в чем проблема этой карты сейчас вот здесь вот надо вот так вот вот так вот и вот так вот и тогда мы можем попасть вот сюда это да проблема в том что здесь нужно вот такими слегка окольными путями ходить хотя нифрена не слегка окольные окольные колокольные блин так и вот здесь еще сейчас пройдемся быстренько так тут вроде ничего блин особенного да то есть ну не так уж сильно ты как-то здесь и гуляешь но раздражающий момент так бы лишние там не знаю 50 метров вроде мелочь но из таких мелочей зачастую у некоторых психоз складывается желчь василист ты желчи просто уже утопиться по-моему можно так стоп ага и вот в чем моя ошибка все вспомнил окончательно ну то есть да тут можно пойти немножко не туда чуть-чуть не так в итоге эти лишние там придется вот этим круголя выписывать к неделе опять же как я уже сказал вроде бы мелочь вроде бы мелочь но раздражающе так есть здесь что окаменеющий ранаксус опустошитель минуточку ранаксус врач был уже такой опустошитель что знакомый очень сильно точно был даже точно такая же змея точно того же цвета и помню даже с тем же имени извините разрешите я выйду ни хрена ни хрена не вижу ай заморожен сволочь линкомета марасты да помню этот арбалет частенько попадается частенько жаль 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 толк с него нет никакого динамита много много динамита и даже небольшой тайничок ну такой символический скажем так что еще динамит да ну да ну прям красота елки-палки динамит это вам не хухры мухры здорова каменяющий веселиск что ты хреново каменяешь да здорово подземелье и он надмана просто здорово это ты еще выходишь как бы в следующую локацию по сути ну то есть ты как бы проходишь локацию с благоустроенным подземельем и уходишь вот эти вот пещеры это непонятно что и подразумевает что здесь будет еще большее расстояние и в этот момент ты начинаешь грустить и понимаешь что потратишь тут на лишних 10 минут больше а может и нет так я вижу минус динамит ну там был мутаген что весьма неплохо размен скажем так мутаген мы производить не умеем а динамит умеем вот это вовремя вот это вовремя телефон вдруг засветился то ли смс то ли еще что за срочности опять мчс у гмс предупреждает мчс мчс как от них отписаться кто бы мне дуракой объяснил ну то есть нет спасибо конечно бесполезные смски честно говоря может я даже не знаю мне от них ни жарко ни холодно то есть мне уже прогноз погоды я могу как бы в компе посмотреть с другой стороны ребят тоже понять можно их судя по всему очень сильно мозгом композирует по поводу всяких непредупреждений кто-то сделали как говорится сервис из серии у нас предупредили предупредили все как вы распределить эту информацию уже не наш проблем ух нех х х себе какая няша наксин тень нет никсов пень никсов пень помру сейчас или нет мифический ооо так это же мои хе-хе точно мои как у меня а может лучше ох это было бы классно ну что опять блин блин да второй ты просто мне зачем это сообщение присылать не ну это уже прибор это тоже от мчс опять то же самое дублировано почему-то так где это мои это мои хе-хе-хе да ой слушайте они помощнее по-моему так ну способность так 2597 да способность та же самая 8884 так а вот все остальное сейчас смотрим огнем выше молнии выше горение чуть-чуть выше электрошок 46-49 навык атаки выше навык защиты выше скорость бега выше а вот сопротивление так стихийное 37-37 хорошо длительность оглушения 46 56 не очень хорошо окаменение 55 58 уго но урон чуть выше да чуть-чуть яду кислоте кровотечению ох что-то тоже просело 86 8 9 5 ну да то есть вообще ни о чем по сути а тут 31 41 броня та же скорость бега чуть выше но у меня по-моему скорость бега максимальная ну-ка скорость бега 135 135 ну да то есть выше выше уже не будет знаете чуть лучше блин окаменение это все 3% длительность оглушения 10% это много наверное наверное я не знаю ну глушение вообще такая против меня имбанутая способность ну ладно заменил до дом до дома доберемся заменим все-таки чуть-чуть-чуть-чуть-чуть выше урон ладно давайте итак сойдет обо все что а тут мы подожди начинаем все а до каприч мы даже закончили с этим подземелем прекрасно 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 так это замечательно и у нас сейчас ага а нет стоп не сюда вот так вот вспоминается братья пилоты игра вторая часть реакция коллеги выбешивающая на моменте пазла с фотографиями когда ты что-то пытаешься сделать он нет не так лучше так и говорят что надо было так усложнить простейшую задачу просто потому что один из этих балбесов пилотов блин постоянно тебе мешает не кстати есть на канале прохождение может по крайней мере первых двух частей я вообще считаю что только первая часть самая хорошая остальная какая-то фигня уже вторая это уже откровенная фигня какая-то ба 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 так как бы нам сейчас как бы нам сейчас куда бы нам сейчас да то чертозн не помню расположение этой местности можно метнуть гранат спасибо как бы он несколько раз нажал ее метнуть блин толку никакого а толку как там авоз и ныне там альфа глистогриф тяжело наверное жить с глистами в гриве правда будем честны с глистами в жопе гораздо тяжелее тюрьма в которой никого нет ну бывает и так не надо всем вместе об этом рассказывать давайте получим вариант ладно не договорились о а ты кто такой а ты кто вообще гуданский каннибал гуданский каннибал даже не знаю как на это реагирует учитывая что я сам каннибалом помогаю и в общем то сейчас он поставляю пищу в лагер так что не выпендривайся как говорится сам тут еще ну да все таки как я уже сказал не хватает не хватает альтернативные ветки прохождения этого могильного кургана потому что ну да то есть тебе как бы ты либо плохой либо иди дальше ну то есть вот да тут как это не не докрутили немножко к сожалению уж не знаю какие там были ограничения но ну то есть вот так вот если прикинуть да чисто теоретически можно было создать какую-нибудь такую дополнительную сюжетную ветку да именно ну выбора между курганом и ведьмами но с точки зрения прям выбора такого как это сказать боевого выбора ну то есть когда ты не просто выбираешь а потом вы с этой фракции выносите вторую фракцию чтобы да чтобы не терялись не эти присыпки не терялись задания ничего не терялось просто в одном случае ты выполняешь для этой фракции плюс задание той фракции которую ты взял уже так сказать так как они должны быть а в другом случае ну поняли это было бы прям вообще великолепно а ты говорю первый раз когда я с ними столкнулся да ни хрена себе какие-то людоеды как кровопийцы бы посреди болота да замочите все но если бы мне Максим Юрьевич тогда не сказал типа что там всякие присыпки полезные есть я бы наверное даже ну хотя нет 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 не так не так на элите я бы в любом случае за них как бы ну с ними бы подружился но вот сейчас например я бы скорее всего послал куда подальше если бы Максим Юрьевич не написал что там типа какие-то охренительные присыпки которые мне прям пипец как нужны ну что то там в общем у них есть такое что мне нужно так что так что дружить придется какие дела как говорится засунь свою порядочность вот туда поглубже и иди туда где выгодно ну это по сути так и получается то есть у них есть какие-то вещи которые мне нужны все плюем на всякую порядочность на тот факт что они в общем-то тут жрут людей по большому счету и помогаем прекрасно да просто великолеп прям чувствуешь себя одухотворенным таким правильным эх да хотя с другой стороны вот как вот их осуждать по большому счету учитывая в какой жопе все оказались в общем-то тут как там еще неизвестно как повели бы себя всякие разного рода моралисты в этой ситуации которые что-нибудь рассказывать о том какие они правильные какие они замечательные как бы они вот никогда бы никогда вот так бы не поступили вообще ни в коем случае нагуляю нагуляю вот вместе с тобой нагуляю пошли до кухни прогуляемся а то я смотрю ну а с другой стороны ну по поводу вот этого выбора как бы где выгодно с другой стороны тоже это скажем так такой интересный вариант потому что ну действительно тебе просто говорят нет чувак вот ты сейчас выбираешь банально выгодно тебе или не выгодно все никак иначе ты на эту ситуацию повлиять не можешь ну то есть ты либо теряешь какие-то полезные для себя плюшки да но при этом ты весь такой чистенький аккуратненький условно говоря и так далее да ну вот спасители все такое прочее с каннибалами не должен и бла 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 либо ты думаешь так сказать собственной выгодой но при этом скармливаешь им местных я себе сейчас такой сволочью почувствовал просто купить как-то я многовато переживаю из-за обычной игры это же всего лишь игра с вариативностью с возможностью так сказать в безопасного расстояния посмотреть на все возможные варианты без каких-либо последствий взрывайся 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 хватит уже хай сетимом только фильмом класс хоть обратил внимание что цветочков особо здесь не выпадает ну вот на этом болоте имею хотя казалось бы спрашивается какая разница да что то болото что это ага все да то есть мы прямо здесь прямо мы все сделали да ай какая красота а ты молодец я молодец ну как надо помог каннибалам молодец возьми с полки пирожок но лучше не бери хрен его знает что там за начинка как говорится муку ведь можно делать и из костей при желании так что тут даже тесто опасное так здравствуйте господа похоже еще чуть-чуть впечатляете коррект здесь и не нужны уверен отлично где выжившие эти бедняки были так напуганы пока мы разместили их в подвале дали новую одежду мы кормили супом ага ага как выжившие пустующие места у нас маленькая общинь этого прихода мы уже порядка не сглодались после елки-палки тут просто я говорю разговариваешь с ним и как это это знаете этот разговор с приклеенной улыбкой когда ты типа да да конечно конечно вы абсолютно правы а сам тут на шахте сука да я б тебе да как же хочется сейчас везеть твою наглую морду и об стенку ее как следует блин так ауру защиты бла 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 чувак ну ты борзый я прям не могу а а а старые шальтки там был уже почему скорбь тебя тут терпит чувак уху а 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 необходимо а по а потому что п drones Чё-то прям, чё-то прям хочется зевнуть так, чтобы вообще большой рот не закрывался. Зевнуть, да и застыть в таком положении. Ой. Пардон, а кто с меня всё поснимал? Так, по-моему, вот... Нет, это вход... Подождите, это нет, это вход в древние руины. Или вот здесь это Вилария. Вилария. Так, по-моему, да, по-моему, вот... Вот, 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 вот это место. Сейчас посмотрим. Сейчас поглядим, где там Вилария тусуется. Здорово. Уйди. Вот, как я уже говорил, да, эти пятна тоже раздражают, но, блин, они именно как вот... Ну, да, мечтся там по своей территории, чё-то куда-то без особой цели, да, за тобой не гоняется и норм. Вот такой вариант мне в целом устраивает. Убить нельзя, да, но и, как говорится... Не какая-то имбанутая... Имбанутая твоюшка, с которой ты ничего... Да что ж такое? Какая тут мощная зеленая пороса. Вы понимаете, да, что я тупо через эти... Не простреливаю. Через кустики. То есть, я банально не простреливаю через кусты и всё. Жесть. Так. Так-так-так-так-так-так-так-так-так. Что уже-то у нас здесь? Какая прелесть. Ням-ня-ня. Эй. Алло. Это что такое? Это блинук Дэнский дрейм. Который по какой-то причине абсолютно не берётся магией огня. Я понимаю, что гнилая древесина плохо горит. Ну, во-первых, это не совсем правда. Горит она нормально. Тут, как говорится, всё зависит от температуры, в которую вы её положите. У тебя, конечно, да, тут размерка строит температура. Дымит тоже неплохо, кстати. От комаров помогает. Так. Лария это... Лария, Лария. Лария, Лария. Ты? Ты Лария. Чё скажешь, ну. Культ Виндиго. В качестве какой паспорт, подрывая их планы, что-то имеет. Хм. Оу. Ага. Дух Виндиго. Чертовски злобные сущности. Кажется, он нашёл себе новых союзников среди людей могильного кургана. Я не могу здесь ложа руки, подобно моим сёстрам, и поэтому я отправилась сюда и начала срывать колдовство и расстраивать планы могильного кургана. Сначала я изменилась по мелочам, но, похоже, они разотевают что-то грандиозное, и мне придётся предложить больше усилий. Думаю, поэтому они и отправили тебя сюда. Прислушаться к моим словам и держать подачу этих людей. Окей. Ну, ой. Так, всё, с этим разобрались, да? Угу. Ну, я её чё-то обычно того... Утовокивал, а тут... А тут не стал. Я говорю, так и поговорю. Ой, она мне дух Виндиго подарила. Красота. И вернётся сейчас к себе туда. В Ковен. В Ковен она вернётся. Так. И чё? Ой, а ты где? Сударь, а вы где, собственно? Нет. Ну-ну. Угданская топь. Угданская топь. Ой, так, чё-то я заблудился слегка. Да. Искать-то придётся далеко. Так, а сколько время? Нормально. Ещё немножко есть. Да, уж придётся-придётся. Ну, пошли, и чё? Это как бы... Да нет, они... Я думаю, они далеко будут отмечаться. Тогда сейчас... Дойдём до... Слушай, ну, этот вот закуток, ну, это ж... Ну, блин, я не могу, ну, я просто после того мостика, я прям... Ну, этот закуток, он зачем здесь? Ну, явно же это куда-то должно что-то куда-то привезти, блин. Ну, тут ничего нет. А-а-а, это бесит. Что-то не вижу. Возможно, я не прав. Может, такое быть вполне. Ну, пошли искать этих Гогу и Магогу. О! Ну, камушку нашли. Тоже неплохо. Найди, говорит, троих в болоте. Без координат, блин. Он, говорит, вытащил из рукавиш. А можно ещё конкретные координаты, простите, привезти? Ай. О, один есть. И сюда, Магога. Ой, да какой жглобный он. О, нет. Ух. Как там? Ай, какой коренностый американец. Хе-хе-хе. Так. Ага. Ну, здесь вряд ли будет ещё один. Но всё-таки для... Хе-хе-хе. Для большего. Для... Как это обозвать-то правильно? Ну, короче говоря, чтобы не париться по поводу... О! Здрасте. Ну, тоже неплохо. Фаросиус. Ну, пожалуйста. Быстрый. Ну, пожалуйста. Фаросиусу вольну. Сказано, что быстро. Я, правда, не заметил особой скорости. Но всё же таки... Всё-таки, всё-таки. Поверим, так сказать, написанному. Так. Так-так-так-так-так-так-так-так. У нас проблема. Там мы сегодня были. Блин, он тихо знает. Он тут может тусаться. Цветочки. Цветочки многоразового применения. Я говорю, хорошо, что хотя бы здесь вот эти вот звёздочки появляются на большом расстоянии. Ну, то есть, не нужно прям очень близко подходить, чтобы понять вообще, тут он, не тут. Могло идти, всё быть гораздо хуже. Конечно, есть интернет. Можно абсолютно спокойно посмотреть, где они конкретно располагаются. Можно, да. Действительно, можно. Только зачем. Ай. Опа. Это же босс. Это был босс. Ого. Так. До нашего... В общем-то... До нашего первого портала мы добрались. Нашли одну тварь. Осталось ещё две. Одна попалась, четверо осталось. К сожалению, просто пробегать эту местность не получится. Ну, здесь вряд ли, конечно, оно будет. Ну, да. Было бы странно. Всё-таки, в таком отдельном закуточке. Это было бы странно. Хотя, забавно. Ну, то есть, как бы, секретная особая тварь спрятанная небольшой секретной зоне. Ну, тогда бы нужно было, чтобы она не показывалась на карте. А иначе, если вдруг человек не нашёл эту секретную зону, то есть он идёт такой. Ой. А что это такое там на карте? Что за звёздочка на пустом месте? И всё. И вопрос решён. Мда. Цветочки, цветочки. Цветочки-то есть, а вот болотных нет. Не выпадают. Я, честно говоря, был уверен, что до полтинечка-то опять доведу. Подъём. Чё, пацаны. Можно выйти оттуда, блин. Главное, жму телепорт, жму вообще никакой реакции. Вы кто такие, а? Нормально. Сейчас скорее ещё придёт телепортироваться. Мои инвентарисы. Мои инвентарисы. Угу. Так, ну пошли. Расторговываться. Мы заодно этот им отдадим. Так. Ещё будильник поразменил так-то. Эфический панцирь. Не нужен. Так. До этой шипы взорвать. Это задание. Это лесом. Так. Сюда. 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 Хорошо он соберёл, кстати. Так как мои тапочки, я их... Да, я их меняю. Не, я не хочу. Куда? Бурбурин. Не хочу. Лесом. О, нет. Нет. Тем более нет. И близко нет. Так, 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 так. Так, так, так. Так, сдавнём тотемчик. Так. Ты возвращался. Ты решила договориться с тевцами. Это ваша бизнес. Все, что важно, это, что фетиш, они вернуты в часы, но в времена заготовки. У нас был часто путешествия из Угдумбла. О, да. Роташ, это местный, в Керне, в Керне, где можно прострелить бедю. Я написала, это, что фетиш, что ты. О, да. Сейчас, что ты пришел к нам, после того, как Угдинбаха был уничтожен от нас, наши угрозы... отстанье чем чем я пахну сдавать их уже ты кто и волк не знаю никаких овоков десна и воки которые я знаю это эти ребята и звездных войн и других овоков я не знаю а этой мадам и нет кстати я думала здесь появится которую мы спасли от могильного круга да 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 так теперь теперь домой взорвать лишнее переодеть тапочки это точно взрываем секундочку рассвет молнии не летел сложение там сколько надо это у меня на этом персонаже такого точно никогда не будет так взорваем тоже так теперь с вами гуденская кожа и бдение человечества ой я не то взорвал серьезно а вот они елки-палки да я вот думаю что их нафиг но чуть выше урон на сколько там на 200 ну хотя вот атака а защита просаживается кстати ну хотя да она просаживается все два да нет лан давайте эти поставим так день человечества гуденской кожи у нас тут есть до 8 5 5 и бдение человечества эфиру хаосу да ну да имеет смысл все усе пошли взорвем нормально вот так вот тапочки немножко и поменяли да тапочки меняем вот так возвращаем так сказать к прежнему виду чуть-чуть повысили свои показатели самую каплюшечку неплохо нехорошо нормально так чем сейчас проблема проблема в том что будильник прозвенел хотя слушать к вам я ведь сейчас где нахожусь я сейчас нахожусь в гуданском кое правильно по сути мы с вами обыскали вот эту часть до портал у нас где-то вот тут то есть принципе нам стан будет обыскать вот эту и вот эту да ладно тогда давайте остановимся вслед сейчас тем более тут вон нужно еще а болотный цветок стену коина ой так надо выполнить болотный цветок и все подлечь и там вот мы там уже были так и это оставьте кройте несчастные манекены матрона это вот здесь да по моему надо будет защищать ладно давайте тогда это действительно оставим на следующий раз все таки не хочу больше час видео делал не хочется так что на этой отрицающей ноте хорошо выглядит ладно всем огромное спасибо за просмотр ссылка на плейлисты группы в контакте в описании под видео с вас лайки дизлайки подписки подписок комментарии с меня контент извиняюсь за свое сопение всех кто же насчет досмотрел обнимаю парни хлопаю при чудесчем куточку увидимся в следующей серии гримдаун фаргот угоц фарауэ как то так